Здравствуйте, с вами интернет-магазин President Watches. Сегодня мы расскажем вам, как настроить часы Casio Illuminator, модель CPW500H9A. Начнем со знакомства с доступными режимами по порядку. Режим текущего времени, далее распорядок молитвы, лунный календарь, термометр, будильник, секундомер, таймер. В любом режиме можно использовать подсветку, называется правой кнопкой посередине. Также из режима текущего времени можно вызвать компас направления гиблы. Для этого нажимаем на верхнюю левую кнопку и следим за секундной стрелкой, за направлением секундной стрелки. Определяется она благодаря тому, что мы вводим определенные географические координаты. Сейчас расскажу, как это делается. Переходим в режим текущего времени, начнем с настроек именно его. Заходим в настройки удержания верхней левой кнопки, попадаем в режим настройки. Итак, первое, что можно сделать, это выбрать код города текущего времени. Это определяется часовой пояс. Дальше. Все настройки осуществляются правыми кнопками, реже только правой и нижней кнопкой. Переход между разрядами левой и нижней кнопкой, вход и выход в настройки левой и верхней кнопкой. Дальше у нас есть установка автоматического перехода на летнее время. Можно включить, можно выключить. Далее. Формат времени 12-часовой или 24-часовой. Затем можно сбросить секунды, установить час, минуты, год, месяц, число. Звук кнопок можно отключить, можно оставить включенным. Дальше подсветка. Одна единичка это полторы секунды, тройка три секунды. Формат даты, либо стандартный, либо можно поменять, чтобы месяц был впереди. Далее дата год или год впереди. Выбирайте, как вам больше нравится. Вернулись по кругу к коду города. Нажимаем на выход, однократное нажатие верхней левой кнопки. Но мы сразу не выходим, мы попадаем в режим настройки нашего географического положения. Если вам эти данные знакомы, вводите их, если нет, можно всегда их как-то выяснить. И настраиваете географические данные, координаты. Выходите из настройки верхней левой кнопкой. После этого идет уже расчет вашего местоположения. Для того, чтобы определить киблу. Следующий режим – молитвы. Здесь вы можете выбрать даже определенную дату и узнать время молитв на определенное число. Листаются они верхней левой кнопкой. Следующий режим – лунный календарь. Здесь похожим образом вы можете листать дни и узнать дату по лунному календарю. Возраст луны. Дальше идет градусник. Здесь просто отображается температура окружающей среды. Далее идет будильник. Можно выбрать и установить до пяти независимых будильников на разное время. Для этого мы удерживаем верхнюю левую кнопку. Попадаем в режим настройки. Устанавливаем время. Когда будильник должен прозвенеть. Выходим из настройки. Этой же левой верхней кнопкой однократным нажатием включается или выключается будильник. Появляется соответствующий значок. И также можно установить и остальные будильники. Также здесь включается или выключается функция звуковой индикации начала часа. Тоже в верхней левой кнопке. И появляется соответствующий значок. Следующий режим – секундомер. Запускается он. Дальше все стандартно. Запускается правой нижней кнопкой. Промежуточные отсечки делаются верхней левой кнопкой. Общее время при этом продолжает фиксироваться. Правой нижней кнопкой секундомер останавливается. Сбрасывается до нулевых значений при остановленном секундомере верхней правой кнопкой. Следующий режим – таймер. Чтобы установить нужное нам время, заходим в настройки. Выставляем время, которое нам необходимо. Выходим из настройки. Запускается он как секундомер правой нижней кнопкой. Ей же при необходимости останавливается. И сбрасывается до установленных ранее нами значений верхней правой кнопкой. Все, мы вернулись по кругу в режим текущего времени. Также правой верхней кнопкой, как я уже говорил, вы можете определить направление кибла. Уже с заданными правильно координатами. Держать нужно часы при этом строго горизонтально, чтобы более точную информацию получить. Ну, устойчивая поверхность. Также можно просто определить север, как я только что сделал. Тут включился компас. Нажимаете на верхнюю левую кнопку. Секундная стрелка будет показывать направление севера. Магнитного севера. А цифровое, циферблат показывает нам координаты направления 12-часовой отметки. Это все о настройках данных часов. Спасибо за внимание. Продолжение следует...